МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На национальном телевидении ваши начинаются новости. Взрослые могут спокойно заниматься своими делами, потому что наши новости для детей. И называются они АКЕО БУФСЕР. В студии работают Никита и Данила Васильева. Сегодня мы вместе с помощниками юными корреспондентами будем поздравлять первоклассников 40-й школы, мастерить поделки и познакомиться с участниками конкурса новогодние нотки. Раз, два, три. Никита, я уже все давно посчитал. До Нового года осталось всего 9 дней. Вот и не угадал. Я считал трагедии. Какие? Те, что ребята провели в школе. Если начать отсчет от сентября, если вычесть дни осенних каникул, то получается, что мальчишки и девчонки ходят в школу уже 100 дней. Ну ты даешь! Тоже обычные учебные дни считают. Я считаю. А еще учителя 40-го Чебоксарской школы. Каждый год там устраивают большой праздник для первоклассников. 100 дней в школе. Это ж юбилей! А давайте выясним, чему научились первоклассники за эти 100 дней. Что-то я прибегаю пораньше, потому что боюсь опоздать. На уроках решаю задачи, но мечтаю пойти погулять. За 100 дней в школе, да еще под руководством опытных учителей, можно научиться многому. Правильно сидеть за партой, громко отвечать у доски и даже понять, какой предмет тебе нравится больше всего. Мне нравится предмет окружающий мир. И математика. Мне кажется, что самый интересный урок это технология ИЗО. Столовый очень вкусно готовят. На окружающем мире мы познаем о природе, потом мы узнаем много нового. Сегодня мы проходили как снежинки, какой формы была снежинки. За 100 дней в школе я подружилась с друзьями. И мои самые любимые уроки это технология и азбука. И мне очень нравится в столовой. На праздник 100 дней в школе каждый класс подготовил свое выступление. Оказалось, что первоклассники еще и хорошие артисты. Поют, танцуют, сценки показывают. У вас в кармане два яблока. Нет одного. Нет, я говорю, предположим, что у вас в кармане два яблока. Нет, я говорю, одно яблоко. Сколько яблок у вас осталось? Два. Подумайте хорошенько. Два. Почему? Я не оставлю, что яблоко хоть и надерись. Мальвина и Буратино из первого А наглядно показали, как нельзя себя вести на уроках. А вот еще один шуточный номер учеников другого, кадетского класса. Сыночка, а почему у тебя в дневнике написано, что ты ничего не делал? Как это не делал? А кто лягу толкал? С выступлением первоклассников внимательно наблюдала директор Ираида Михайловна. Она объяснила малышам, что они учатся в одной из лучших школ города и поэтому должны быть активными, старательными и ответственными. Ребята даже дали особую клятву. Выполнять полностью домашнее задание. Встать в садах умней и взрослеть. Встать в садах умней и взрослеть. Уверена, после таких слов в дневниках этих мальчишек и девчонок будут красоваться только пятерки. Соня Антонова, Евгения Егорова, Андрей Шоклев, Акилбупсер. А вот Чебоксарская детская школа искусств номер 3 недавно отпраздновала другой юбилей. 25 лет со дня открытия. В честь этого праздника в школе состоялся большой концерт для всех учеников, родителей и, конечно, учителей. Ведь это именно они готовят победителей самых разных конкурсов. Танцоров, вокалистов, музыкантов. В третьей школе искусств учатся более 400 ребят. Особой популярностью здесь пользуются такие необычные предметы, как электрогитара и ударная установка. Мы присоединяемся к поздравлениям многочисленных гостей и желаем новых талантов и побед. А теперь давайте перенесемся в город Новочебоксарск, в 13-ю школу. Сейчас там проходит конкурс новогодних поделок. Посмотрев на них, я понял, что в 13-й школе тоже учатся очень талантливые мальчишки и девчонки. На этих столах в пое 13-й школы красуется множество поделок. Фантазии ребят не имеют границ. А вы бы догадались собрать новогоднюю елочку из перчаток или ватных дисков? Дело в том, что сейчас в Новочебоксарске проходит городской конкурс «Сохраним ель». Его организаторы призывают людей не рубить на праздник елочку в лесу, а сделать новогодний деревце своими руками, например, из макарон. Основными критериями в оценке работ детских, конечно, будет выступать оригинальность данного изделия, но и потом, наверное, конечно, фантазию, которую они приложили вместе с родителями. Потом в оценке будет использоваться, при оценивании работе будет использоваться именно то наличие, что все-таки это экологический конкурс. И поэтому для выполнения елок применение различных материалов, кроме самой живой ели. Потому что такую елку можно было бы поставить дома и разобрать и собрать на следующий год было бы не составило большого труда. Но на конкурсе представлены не только елочки. Вера Тимофеева из 7-го Б-класса сделала очень необычную картину. Скажу по секрету, в работе Вера даже использовала материал для укладки ламината. Как пришла к тебе эта идея, чтобы сделать такую красивую поделку? Так как сейчас заканчивается год лошади, наступает год овцы, мы решили это изобразить. Тут для лошади как бы финиш, и для овцы старт. Дед Мороз здесь стоит на финише и старте и показывает, кому когда надо бежать. Это как эстафета. На выставке много овечек и козлят. Лена Конова сделала символ наступающего года из шерсти. Получилась настоящая мягкая игрушка. Я давно занимаюсь валянием. И когда ученица нам сказала, что нужно сделать символ года, я его как бы сделала. Совсем скоро лучшие работы отправятся из 13-й школы на городскую выставку поделок. А их авторы получат сладкие подарки от Деда Мороза. Дарина Форфирева, Андрей Шоклев, Акел Бупсер. Сегодня на национальном телевидении Чуваши начался конкурс «Новогодние нотки». В эфире нашего телеканала появились живые новогодние открытки. Участники конкурса поют для вас самые красивые новогодние песни. Слушайте их и запоминайте лучших вокалистов. Вы сможете проголосовать за них в интернете, вконтакте, в группе национального телевидения Чуваши. Дорогие телезрители, будьте активными и помогите жюри выводить победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». Предлагаю начать знакомство с юными артистами прямо сейчас. Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз, Красный Нот. Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз, Красный Нот. 25 клипов открыток будут украшать эфир национального телевидения Чуваши и все новогодние праздники. Желающих принять участие в конкурсе было значительно больше. Организаторы, педагоги по вокалу студии творческого воплощения СТВ прослушали каждого кандидата и пригласили на съемки лучших из лучших. Меня зовут Юля и я занимаюсь вокалом 8 лет. Я исполню песню Димы Билана «Новый год с новой строчки». Почему ты выбрала именно эту композицию? Наверное, потому что она мне ближе как-то по душе из всех и она веселая. Если честно, я подготовилась к конкурсу за один день, можно сказать за вечер, потому что о этом конкурсе я узнала в самый последний момент. Вот, и за вечер я выбрала песню, выучила ее и на следующий день уже был кастинг. Ну, я считаю, что в этом конкурсе должен победить человек, у которого песня не грустная, веселая, потому что Новый год – это столько счастья, море улыбок, всего самого. В общем, много позитива, и я считаю, что в этом конкурсе должен выиграть именно тот человек, который будет исполнить свою песню весело и чтобы донести радость людям. Ну, здорово. Спасибо и удачи тебе. Спасибо. Песню для участия в конкурсе «Новогодние нотки» ребята выбирали сами. Самой популярной оказалась «Снежинка». Новый год, что вот-вот настанет, Исполнит мне мечту твою. Если снежинка не растает, В твоей ладони не растает. Пока часы двенадцать пьют, Пока часы двенадцать пьют. Не обошлось и без казусов. Так участник номер пять, Максим Медуков, начал петь перед камерой гимн Олимпийских игр. Мы долго ломали голову, как же он связан с Новым годом. Позже выяснилось, что у Максима не было при себе нужной фонограммы, но юный певец не растерялся и решил спеть свою самую любимую песню. Когда же педагог Максима привезла на запись нужную мелодию, пришлось делать дубль два. Мудрой любовью и вечным добром, Может быть, стоит начать все сначала, И не жалеть, а было. Новый год из далекого детства Счастье с собой принесет. Обратите внимание, ребята снимаются на зеленом фоне. Режиссер монтажа тут же его убирает. И вместо обычной ткани в эфире появляются лесные полянки, новогодние шарики, сказочные герои. Вот такие телевизионные чудеса. Давайте, люди, в Рождество дарить улыбки всем, Чтоб в этой ночи волшебством осталось насовсем. Давайте вместе запоем Рождественский салон, Чтоб оттел каждый дом зашел, Смахнул тугим крылом. В нашем городе очень много талантливых детей, И мне бы хотелось, чтобы они участвовали в конкурсах и фестивалях. И поэтому родилась такая мысль, чтобы наши дети участвовали в нашем же проекте, Который называется «Новогодние нотки». Показали свое мастерство и свои таланты. Так как «Новогодние нотки» — это конкурс, в нем будут победители. Жюри, в состав которого вошли педагоги по вокалу города Чебоксары, Будет оценивать вокальные данные ребят, их артистизм и даже костюмы. Церемония награждения победителей состоится 29 декабря. Дипломы и подарки обязательно получат все участники конкурса. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Николай Яковлев и Евгений Анисимов. Ахиллбупсер. Новый год! Зенит веселый и смех! Новый год! Нам принесет успех! Новый год! Ах живут мечты, если в них поверишь ты! Продолжаем новогоднюю тему. В этом году в городе Чебоксары стало модно открывать новые бульвары на разных праздниках. В столице работали творческий бульвар, спортивный, а сейчас появился новогодний. В сказочных домиках у главной йоги все мальчишки и девчонки смогут сделать новогодний подарок своими руками. А на Красной площади заглянуть в уютный домик Деда Мороза. Начались новогодние представления и в театрах города. Кот в сапогах, коза и коза, сказки матерки Медоус, ежик и йока. Все это названия сказочных спектаклей. Только и успеваю отдыхать. Но до этого давайте договоримся. Надо лично закончить вторую четверть. Желаем вам только хороших новостей. До свидания! Здравствуйте! На национальном телевидении «Чуваши» начинаются новости. Взрослые... Чего? Нет. Тихо, тихо! Тихо! У нас на скрытую камеру снимает. Где на скрытую? Тихо, тихо, тихо. На открытую, на открытую. Ну, наверное, открытую. А, он... Ай. Тихо, тихо, на четвертку. Чего? Да. Ну, мне немножко не хватает до пятерки. Да. По-русскому. А вот, если я выйду отличником, я поеду на фан... Вы готовы к ярким впечатлениям? К году стартуют новые детские программы. Множество различных персонажей. Зажигательная мини-диско, волшебный аквагрим, увлекательные аттракционы, а также большие ростовые куклы. Удиви своих друзей шоколадным фонтаном. Попробуй вкуснейший бельгийский шоколад. Выбери сам, молочный, темный или же белый. Спешите в развлекательный центр «Какаду». Телефон 28-34-33. Мана! Мана! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова